МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости телеканала Гродно+. Приветствую вас с этим вечером. В студии Наталья Дюрць. Здравствуйте. Сегодня в нашем выпуске. Вынесен приговор по делу об убийстве продавщиц в Лицком районе. Суд назначил высшую меру наказания. Быстрее, выше, сильнее. Гродинская специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва номер 3 отметила полувековой юбилей. Незабываемые образы, талантливые актеры, красочные куклы и декорации. Гродинский областной театр кукол отмечает свой 35-й день рождения. Новая торговая сеть появилась в Гродно. Первый супермаркет бренда Внешторг от Белкапсоюза открылся по улице Малышинской. Очередная премьера в Гродинском областном драматическом театре пройдет спектакль по мотивам пьесы Джона Бойтона Пристри «Отель «Золотое руно». В общей сложности 40 миллионов рублей. Цена жизни трех человек. К высшей мере наказания приговорили мужчину, обвиняемого в убийстве продавщиц в Литском районе. Сегодня в Гродинском областном суде был вынесен приговор. Расстрел. Напомню, что два года назад в сентябре мужчина ради денежной наживы в одном из литских магазинов убил двух продавщиц металлической трубой. По следам на телах эксперты сделали вывод, что обвиняемый наносил удары несколько десятков раз. Через год этот же человек совершил похожие преступления в деревне Селец. Женщина-продавец была убита топором. По горячим следам мужчина был задержан. До сих пор велось разбирательство по делу. А сегодня суд признал вину полностью доказанной и назначил высшую меру наказания. Обвиняемый может обжаловать приговор в течение 10 дней. Также у него есть право написать прошение о помиловании на имя президента Беларуси. Приговор в отношении обвиняемого постановлен в целом в соответствии с предъявленным в судебном заседании обвинением и высказанной суду государственным обвинителем предложением о применении уголовного закона и назначении наказания. Согласно результатам судебного следствия обвиняемый не высказал свое отношение к предъявленному ему обвинению. К другим темам. Гродненская специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва номер 3 отметила свой юбилей – 50 лет. Имена олимпийских чемпионок Ольги Корбут, Елены Волчетской, а также новых звезд гимнастики, художницы Анны Дуденковой и прыгуна на батуде Артема Жука известны во всем мире. В специализированной детско-юношеской школе Олимпийского резерва номер 3 не жалеют ни сил, ни времени, чтобы взращивать молодое поколение спортсменов, которые готовы показывать высокие результаты. За 50-летний юбилей в школе подготовлено 13 мастеров международного класса и более 130 мастеров Республики Беларусь. За последние 10 лет на чемпионатах Европы и мира завоевана 21 медаль. В школе сегодня занимается более 500 учащихся, работают с ними 28 штатных тренеров. В принципе, по итогам прошлого года школа заняла первое место в области у нас и шестое место в Республике. Поэтому динамика положительная, школа развивается, появляются новые чемпионы у нас. Талантливейшие актеры, продуманные спектакли и благодарные зрители. Гродненский областной театр «Кукол» отмечает сегодня свое 35-летие. Любимый всеми горожанами, высоко оценённый за рубежом, театр был создан в ноябре 80-го года прошлого века. Сегодня в его репертуаре 42 постановки для детей и 12 для взрослого зрителя. С начала года на сцене театра поставили внушительное количество спектаклей – 440, которые посмотрели более 70 тысяч зрителей. В свой юбилей Гродненский театр «Кукол» подготовил много подарков для зрителей. В выставочном зале города открылась выставка «35 год» с «Лялькой по жите», где гродницы смогли увидеть куклы, костюмы, эскизы, которые были задействованы в спектаклях последних лет. А после вернисажа праздник переместился в сам театр, где всех ожидала церемония открытия нового кафе и торжественный вечер. Во-первых, зрителей поздравляю, потому что мы обожаем своего зрителя, мы любим наших детей, которые к нам приходят, мы любим взрослых, которые любят наши спектакли и приходят. С праздником вас, дорогие! 35 лет, у нас еще все впереди. А моим коллегам, ну что, самое главное – это здоровье. Здоровье, талант у них есть, ну и достатка в семьях, потому что без этого тоже нельзя, конечно. Всего хорошего, я их всех очень люблю и радуюсь вместе с ними, со зрителями, с моими коллегами этому дню рождения. Расширенный репортаж из праздников в честь юбилеев областного театра «Кукол» и специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва номер 3, смотрите в наших следующих выпусках новостей. Цены ниже, минимальная торговая надбавка. На невысокую стоимость продуктов и гарантированное качество делают ставку в новом гродинском магазине «Внешторг». Он открылся по улице Малышинской на месте бывшего родного «Кута». Это первый в Беларуси торговый объект новой сети оптового поставщика «Белком Внешторг». Большой и уютный зал самообслуживания, удобная выкладка товара, современное оформление. А в честь дня рождения – конкурсы, дегустации и подарки. Репортаж с открытия Юлии Косила. Магазин «Родный Кут» на улице Малышинская долго был закрыт. Жители микрорайона гадали, что же будет на его месте и когда двери вновь распахнутся. Наконец, интрига разрешилась. Сегодня здесь начал работу супермаркет новой торговой сети «Внешторг» от «Белкапсоюза». Он стал первым магазином в Беларуси под таким названием и в честь появления в Гродно нового бренда устроили большой праздник. На открытие супермаркета собралось большое количество людей. И такой ажиотаж неудивителен, ведь для жителей Девятовки продовольственный магазин на этом месте был необходим. Это первая в Республике Беларусь такая торговая точка, которую открывает наша оптовая организация «Внешторг». Мы гарантируем здесь, во-первых, хороший большой ассортимент товаров, нормальные цены, которые будут конкурировать с сетями, которые присутствуют в городе Гродно. Площадь – почти 2000 квадратных метров, ассортимент – 7000 наименований товаров. Эти цифры и вправду впечатляют. Однако в супермаркете «Внешторг» приоритетным считают не количество, а качество продукции. Белкап «Внешторг», руководящее предприятие магазина, является оптовым поставщиком, поэтому цены здесь намного ниже, чем в конкурирующих торговых сетях. К тому же, три дня с момента открытия во «Внешторге» действует акция. Все товары продаются с минимальной наценкой. Гродненские власти надеются, что появление новой торговой сети от потреб к операции повлияет на ценовую политику в городе в пользу покупателя. У нас они представлены впервые данным торговым объектом. Мы очень рады. На территории города 10 сетевых риелторов работают. Это еще новый сетевик будет у нас. Поэтому мы считаем, что только положительно отразится, как на конкуренции между торговыми предприятиями. И будем надеяться на плодотворное сотрудничество. Все наши сетевые риелторы, а Белкопсоюз в частности, данная организация является представителем Белкопсоюза, очень широко реализуют и представляют ассортимент отечественных производителей и производителей нашего региона. Свежее мясо и рыба, готовая кулинария, большое разнообразие фруктов и овощей. В супермаркете «Внешторг» покупатели могут найти все необходимые товары для семейного стола. Только здесь гродненцы могут купить соленые огурцы, квашеную капусту и моченые яблоки, которые готовят по традиционным рецептам в деревянных бочках. Порадовал супермаркет и неожиданными товарами. Гродненские модницы могут даже подобрать себе шубу. Фирменный магазин «Королевство меха» предлагает шубки из норки, песца и лисицы. Производством верхней одежды также занимается Белкопфништорг. Все товары, от фруктов до игрушек, здесь самого высокого качества. Это доказало время и преданные покупатели. Наличие товарной массы на сегодняшний день на прилавках около 5 миллиардов рублей. Ассортимент широчайший. Товары в основном будут присутствовать, это продукты отечественного производства, которые характеризуются в соответствии с требованием здорового питания. Мы будем стараться, чтобы в этой торговой точке были представлены вся продукция Белкопфништорга. Раз. И Белкопфништорг. К середине следующего года Белкопфништорг планирует открыть в Гродно еще несколько магазинов своей фирменной сети. А пока же единственный в Беларуси супермаркет под названием «Вништорг» по адресу Малыщинская, 25, работает ежедневно с 8 утра до 11 часов вечера. Юлия Косила, Анатолий Бояринцев. Новости Гродно+. ГАИ проверит готовность автомобилей к эксплуатации зимой. Госавтоинспекция напоминает, что зимние шины помогают сократить тормозной путь и значительно улучшают управление автомобилем в условиях гололеда. При низких температурах летняя резина твердеет и перестает выполнять свои функции по обеспечению хорошего сцепления с дорожным покрытием. Использование таких шин становится небезопасным. В ГАИ напоминает, что действующим законодательством предусматривается обязательное использование с 1 декабря по 1 марта зимних шин на автомобилях. Они устанавливаются на всех колесах транспортного средства. К слову, важно не только заменить покрышки, но и полностью подготовить автомобиль к зиме. Необходимо проверить общее состояние системы отопления салона. В обязательном порядке убедиться в исправности внешних осветительных приборов и отрегулировать их. Необходимо заправить незамерзающей жидкостью умыватель. Рекомендуется также проверить аккумулятор до наступления сильных морозов. В субботу по всей Беларуси пройдут очередные прямые телефонные линии представителей власти с населением. В принявлении на связь с жителями выйдет заместитель председателя Гродненского облсполкома Елена Агей. К ней дозвониться можно будет по номеру 735644. Также на вопросы горожан будет отвечать первый заместитель председателя Гродненского облсполкома Борис Федоров по телефону 720501. Звонки от граждан принимаются с 9 утра до 12 часов дня. На следующей неделе Гродненских театралов ждет сюрприз. Новый спектакль под названием «Отель Золотой Руно» подготовили актеры Гродненского областного драматического театра. Он рассказывает о скромной горничной, которая неожиданно получает внушительное наследство. Главный режиссер Геннадий Мошпирт предлагает порассуждать на тему, как важно в жизни быть профессионалом своего дела. Премьера уже вызвала в нашем городе резонанс. Билета на спектакль практически не достать. Чем так привлекла новая постановка «Внимание Гродненцев» попыталась выяснить Алла Внучко. В Гродненском областном драматическом театре очередная премьера. Спектакль по мотивам пьесы Джона Бойта на Пристле «Отель Золотое Руно» это рассказ о скромной горничной, которая неожиданно получает наследство и становится сказочно богатой. Перед тем, как взяться за постановку данной пьесы, Геннадий Мошпирт перечитал оригинал не менее десяти раз. После какого именно раза выбрал актеров для ролей, ответить затрудняется. Одно знает точно. Пьеса о том, как важно в жизни быть профессионалом своего дела, имеет много перспектив. Ведь в ней есть над чем подумать. «Никогда не понимал вас женщин. Почему вы так стремитесь всех расставить в пары, привязать к друг другу, разложить по постелям? Точно вам предстоит командовать целой армадой ноевых ковчегов. Природа и так еле справляется, тут вы ее еще понукаете». Фраза данного героя, по мнению Геннадия Мошпирта, мудрое высказывание с глубоким смыслом. «Возможно, сказал главный режиссер на пресс-конференции, для того, чтобы произнести ее публично и ставится данный спектакль». По мнению Геннадия Владимировича, есть и другие причины для того, чтобы взяться за постановку неизвестной пьесы Джона Пристли. «Еще мы выбрали эту пьесу, потому что там минимум пять хороших людей в центре сюжета. Эти хорошие люди существуют в окружении довольно уродливого общества, но эти пятеро очень хорошие. А рассказывать о хороших людях я считаю своим долгом». Оксана Пликус играет главную героиню пьесы. Молли неожиданно получает наследство. Теперь ей принадлежат акции некогда маленького всеми забытого общества, которые неожиданно становятся самой влиятельной компанией на рынке ценных бумаг. Как оказалось, пожелтевшие документы могут озолотить не только горничную, но и улучшить экономику в стране и даже в целом мире. Как отметила Оксана Пликус, работа над ролью Молли была достаточно сложной. «Сложнее сыграть ровного, положительного, простодушного, добродушного, полного надежд человека, потому что это… вот здесь уже такими красками яркими не обойдешься. Здесь нужно что-то искать такое вот среднее, нейтральное. И в жизни всегда это тоже сложно, на мой взгляд». Чем закончится комедийная история о профессионалах своего дела, узнаем совсем скоро. Спектакль по пьесе Джона Бойтона «Присли отель «Золотое руно» пройдет на сцене Гродненского областного драматического театра 27, 28 и 29 ноября. Алан Учко, Сергей Печерица, Новости, Гродно+. Завтра лучшие танцоры Беларуси выступят на республиканском турнире по спортивным бальным танцам. Он пройдет в молодежном центре. Организаторы обещают удивить горожан высоким уровнем мастерства танцоров, чем, собственно, всегда и славился престижный Гродненский турнир. Помимо ведущих пар Беларуси ожидается участие новичков – около 70 детских пар. С них в субботу в 11.00 и начнется конкурсная программа. Затем ребята уступят паркет юниорам и молодежи. В три часа дня зазвучат европейские вальсы, фокстрот и танго, а в пять вечера участники окунутся в зажигательные ритмы латиноамериканских танцев. Еще одно мероприятие завтра предлагается вниманию гродненцев. В Музее истории и религии открывается выставка, которая не оставит равнодушными городских модниц. Уникальные образцы старинной женской одежды и аксессуаров будут представлены на экспозиции «Модерн. Эпоха женственности». Женские костюмы, дамские сумочки, веера, украшения, детская одежда и даже игрушки конца 19-го – начала 20-го веков. Все экспонаты дорогостоящие, подлинные. Большинство существует в мире в единственном экземпляре, так как изготавливались под заказ. Выставку в Гродно привезла частный коллекционер из Киева. Прикоснуться к модной истории можно будет завтра в 15.00. Через несколько секунд о новостях из мира спорта. Не переключайтесь.